Продолжение следует... 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 2017 года. Низкая группа рисков действительно отличалась, а вот между промежуточной и высокой значимого отличия не было. Но при пересмотре отдельных мутаций, входящих в эту группу неблагоприятного прогноза, наибольшие эффектно-недотворительные результаты лечения, которая, безусловно, оказывала выявление мутации P53. И таким образом, наверное, при рассмотрении пациентов с первой выявленным остромиелоидом лейкозом, получающих терапию винитоклактным и гипонетилирующим препаратом, мы, наверное, должны будем стратифицировать их как на группу благоприятного риска пациентов с мутацией P53 и всех остальных. Скорее всего, будет, наверное, вот такая дальнейшая тактика. Безусловно, когда, одно дело, проведенные клинические исследования, и когда мы получаем шарные данные о том, что препарат очень хорошо работает, мы, конечно, понимаем, что в клиническом исследовании всегда есть некий отбор пациентов, и очень интересно получать данные о том, как эти препараты, эта комбинация работает в реальной клинической практике. Такие данные были опубликованы, в том числе и сравнительные данные с теми пациентами, кто получал интенсивную химиотерапию среди пациентов пожилого возраста. Из имеющихся данных, которые опубликованы в настоящий момент, можно говорить о том, что при сравнении с интенсивной химиотерапией у пожилых пациентов комбинация лимитоклакса с эдином позволяет получать, в общем-то, более-менее сопоставимые результаты, по крайней мере, значимо отличающиеся от монотерапии, гипонтилирующих препаратами или малыми дозами фоктозары, позволяет достигать ответов значительного количества пациентов. Тоже, при том, что, несмотря на то, что ответ был меньше в плане полной ремиссии, 46% в сравнении с 62%, однако не было, кстати, получено достоверной разницы между длительностью как общей выживаемости в целом 13 месяцев, 17 месяцев, так и при тезурировании, выполнении аллогенной персплантации 15-16 месяцев. При этом единственная разница, где была получена при сравнении терапии гипонтилирующих препаратов, синдоклакса, инфинсивной химиотерапии, это дезинцидивная выживаемость, дезинцидивное выполнение малогенной персплантации, но эта разница составила всего 7 месяцев. А если рассматривать, где же, у каких же пациентов старшего возраста мы можем получить преимущество при проведении интенсивной химиотерапии или терапии с новыми гипонтилирующими препаратами и комбинацией с синдоклаксом, было проанализировано молекулярно-генетический спектр изменений в данном исследовании. И как мы видим, что общая выживаемость преимущества в комбинации с синдоклаксом, безусловно, была у пациентов более старшего возраста, старше 75 лет, в том числе и у некоторых подгрупп молекулярно-генетического профиля. Как это неудивительно, лучшие результаты в сравнении с интенсивной химиотерапией были получены у пациентов с мутацией PM1, что, возможно, в дальнейшем нам даст такой козырь в руки использования у пациентов не только наиболее возрастных, но и, может быть, более молодого возраста с мутацией PM1. Комбинации на основе винитоклакса. В том числе лучшие результаты были получены и у пациентов с мутацией IBH1, ну и, безусловно, комбинация P53, комбинация винитоклакса и кибина также давала лучшие результаты. Мы, получив возможность использования винитоклакса для терапии пациентов с остромиоидным лейкозом, с конца, наверное, 2019 года, начала 2020 года, мы активно стали внедрять это в нашу клиническую практику, и после где-то около двух лет такой терапии мы решили провести ретроспективное сравнение с нашим опытом терапии пациентов старшевозрастной группы с использованием интенсивной химиотерапии или монорежимами неосцитозаров. В общей группе пациентов составило 57 человек, 20 из них получали терапию стандартной химиотерапии стандартной интенсивности, 25 пациентов, 25 пациентов была проведена комбинированная терапия с винитоклаксами, 12 пациентов получали терапию в монорежиме неосцитозами или гипонтилирующими препаратами. Педиана возраста была приблизительно сопоставима, чуть старше были пациенты в группе монотерапии гипонтилирующими препаратами, и пациенты, среди, как вы видите, пациентов, получавших винитоклакс с антидином, были в том числе более молодые пациенты от 33 лет. Это пациенты с значимой коморбидностью, один из них был с выраженным синдромом морфана, с тяжелой патологией почек, сердца, легких. Были пациенты с большой опухолевой массой и выраженным структуральным поражением, повреждающим функцию внутренних органов, в том числе с поражением миокарда. То есть действительно были показания для проведения терапии более низкой интенсивности. По половому профилю сопоставимы были группы, и по классификации ИЛН разницы в генетическом профиле в этих группах не было. Единственное, что следует отметить, что пациенты, получавшие винитоклакс и антидин, среди них больший процент пациентов был в трансформации в миодиспластическом синдроме и в храническом миопролистративном заболевании. Отчасти это было осознано, поскольку эффект у этих пациентов действительно на данной комбинации был несколько выше, чем при проведении стандартной терапии. Что касается частоты ответа. Частота ответа в группе интенсивной химиотерапии, полных реминистов и неполных восстановлений и чистых полных реминистов правило 80%, в группе комбинаций с винитоклаксом 71% и всего 32% при монотерапии, гипонсилирующем препаратами или малым удобным китозаром. При этом сопоставимые цифры по уровню достижения мутнегативного статуса были как при группе интенсивной химиотерапии, так и в группе комбинаций с винитоклаксом 40% и 33%. И всего 8% пациентов достигали мутнегативного статуса. Также хочется отметить, что это скорость достижения ответа, она была практически идентична в группе интенсивной химиотерапии и винитоклаксом 1 месяц, и она премьет до достижения первого ответа, это 1 месяц и 1 месяц месяца. Тогда-то в группе гипонсилирующей терапии и малых доступных китозар она составила почти 3 месяца. При анализе влияния выбора терапии на общую безрецидивную выживаемость мы посмотрели и то, и другое и увидели, что действительно значимый эффект на безрецидивную выживаемость и на общую выживаемость оказал выбор возможность проведения либо интенсивной химиотерапии, либо комбинации с винитоклаксом 1-яна. Безрецидивная выживаемость составила всего 8,5 месяцев в группе терапии с астетидином или низкими дозами, тогда-то в группе интенсивной химиотерапии составила 12,8 месяца и не было достигнута пока на настоящий момент в группе комбинации с винитоклаксом с астетидином. При анализе общей выживаемости идеальные комбинации винитоклакса и интенсивной химиотерапии были сопоставимы со 20 месяцев и 24 месяца. Общая выживаемость, к сожалению, была очень низкая в группе пациентов, получавших терапию иммунной режиме всего 5 месяцев. Кроме того, для пациентов, получавших комбинированную терапию с винитоклакса, мы провели анализ оценки минимальной отстаточной болезни, ее влияние на длительность достигаемого ответа и, безусловно, только достижение мутнегативного статуса принесло значимый вклад в длительность получаемой общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Всего только у одного пациента получился рецидив где-то после полугода терапии. Тогда остальные пациенты сохраняют достигнутый ответ. Это говорит о том, что действительно очень важно даже в группе пожилых пациентов, пациентов, получавших неинтенсивную терапию, иметь возможность прогнозировать длительность достигнутого ответа по оценке уровня минимальной отстаточной болезни, поскольку возможности наши постепенно расширяются в плане терапевтической вмешательства и в плане возможности проведения логенной к эксплуатации пациентов более старшего возраста. При оценке токсичности, как гематологической, так и негематологической, мы сравнивали не с монорежимом гипометелирующей терапии, а именно с режимами интенсивной, химотерапии стандартной или высокой интенсивности. При том, что мы видим, что мы получаем приблизительно одинаковую частоту ответов и общую дезрецидивную выживаемость, токсичность действительно гематологическая ниже и по длительности анемии больше, чем третьей степени, и по длительности тромбоцитопении больше, чем третьей степени, а вот нейтропения, она сопоставима с той нейтропении, которую мы видим при проведении терапии стандартной интенсивности. Из наиболее часто встречающихся инфекционных осложнений, мы, безусловно, видели фибрильную нейтропению, но она была достоверно ниже, чем у пациентов, кто получал терапию режима 7 плюс 3 или средневысоким удовольствием тазара, и частота сепсисов, она также была достоверно ниже. В этой группе пациентов только у 10% мы видели сепсис, катериально верифицирован, тогда как при проведении стандартной терапии это составляло 45%, разницы в частоте развития пневмонии мы не видели. То есть анализ пневмонии инфекционных осложнений действительно выше, чем при проведении монорежима неинтенсивной терапии, но ниже, чем при проведении режима стандартной интенсивности, что позволяет нам, безусловно, использовать данные режимы как хороший вариант терапии у пациентов старшего возраста, позволяющий достигнуть долгосрочного ответа, особенно в группах пациентов с благоприятным прогнозом, и для пациентов старшего и среднего возраста, особенно с трансформацией миобиспластического синдрома, пациентов, имеющих материю П53, как потенциальную бридж-терапию к проведению аллогенной персплантации, в которой максимально важно подойти у пациентов с наилучшим ответом, но с наименьшими инфекционными осложнениями, с наименьшим количеством трансфузий, с наименьшим количеством сенсибилизаций. В качестве, ну, скажем так, поделиться своим опытом, наиболее такой тяжелый был для нас случай, клинические пациентки. Пациентка была молодого возраста, пациентка есть молодого возраста, 42 года, диагноз острого миелоидного лейкоза с неблагоприятными генетическими аномалиями в 1912-й хромосоме был верифицирован в Еврикеоне по месту жительства, и пациентка имела достаточно тяжелую, серьезную сопутствующую патологию на тот момент, несмотря на свой молодой возраст. Это синдром раздраженной кишки, мультикаменная болезнь с достаточно большим комплиментом правой почки, ожирение второй-третьей степени, ну и спаечная болезнь органов малого таза, брюшной полости после предшествующих гинекологических оперативных вмешательств. Безусловно, такой набор патологий при проведении режима стандартной интенсивности, он приводит к риску развития достаточно серьезных осложнений. Тем не менее, в регионе, в хорошем биологическом центре, смогли провести два курса терапии, стандартной и повышенной интенсивности, но, к сожалению, без достижения ремиссии. В этот момент пациентка была специализирована к нам для определения дальнейшей тактики. Буквально еще небольшое время назад, наверное, это была бы ситуация отчаяния, когда пациенту нет ответа на режимы химиотерапии, включая высокоблогную программу, но в настоящее время у нас уже была возможность использования новых препаратов, в том числе винитаклакса. Какова же может быть тактика такой ситуации для данных пациентов? Это либо повторить режимы интенсивной химиотерапии, перейти совсем на интенсивные режимы, это гиповентилирующий препарат или малые дозы тазары, либо попытка выполнения аллогенной трансплантации без достижения ремиссии. Но, как правило, одним из условий выполнения этой трансплантации является наличие донора и степень его готовности, готовность пациента, и высокий нетотальный уровень благотоза. Как мы видим, последние данные, опубликованные на ЭШИ 2022 года, говорят о том, что, в принципе, такая тактика может быть оправдана для пациентов, и проведение более интенсивных режимов для пациентов с рефракторным или экстидивным течением не дает значимого улучшения общей выживаемости при условии выполнения аллогенной трансплантации, то есть аллогенная трансплантация может быть и сразу следующим этапом лечения. Но для этого должен быть готов донор. К сожалению, у этой пациентки не было информации о донорах в тот момент. Поэтому, имея уже данные о том, что комбинация винитоклаксон-сидин может быть эффективно использована как бридж-терапия перед аллогенной трансплантацией, данные были опубликованы Центрическим университетом и Калифорнийским университетом на основе тех же исследований винитоклаксон-сидин, в котором часть пациентов, у которых была достигнута ремиссия, в последующем была выполнена аллогенная трансплантация, что позволяло значимо улучшить их общую и безрецидивную выживаемость и в то же время не оказывало негативного влияния на эффективность аллогенной трансплантации. Вся группа пациентов, во всей группе пациентов стодневная безрецидивная летальность составила всего 4%. В течение первых 6 месяцев общая и безрецидивная выживаемость были достаточно высокими. И как у первичных, так и у рецидивных и фракцирных пациентов при выполнении аллогенных трансплантаций сохранялся достаточно высокий процент для рецидивной общей выживаемости. Кроме того, в настоящее время опубликованы уже данные в 2023 году нашими коллегами, которые также сравнили результаты трансплантации у пациентов, которые получали винитоклаксон-сидин, как в первой линии, так и рецидивные и фракцирные, эффективность аллогенной трансплантации в реальной клинической практике вне клинического исследования. Как мы видим, результаты аллогенной трансплантации очень хорошие. Общая выживаемость и безрецидивная выживаемость медиана не была достигнута у пациентов с первые выявленным остромиелоидным лейкозом. Безусловно, конечно, результаты чуть хуже у пациентов с рецидивным рефрактивным течением, но тем не менее они тоже выходят на хлад и в достаточно высоком уровне сохраняются. Важно было оценить, влияет ли использование винитоклаксов до этапа трансплантации на частоту развития острых и хронических СТПХ. И как мы видим, у пациента с первые выявленным остромиелоидным лейкозом кривая частоты острых СТПХ 3-4 степени, можно сказать, что это практически прямая линия, это ноль, чуть выше у пациентов с рецидивным рефрактивным течением, но тем не менее не превышает в общем среднестатистические значения. Соответственно, нами также был режим азотезин винитоклакс, стандартной комбинации, с рампом дозой до 400 мг, при том, что пациентке на данный момент не было значительного снижения уровня гемоглобина, и в течение всего курса терапии мы обошлись без трансфузии эльтроцитарной взвеси. Тромбоцитопимия 4-й степени была на момент начала терапии, с 37-го днё она полностью разрешилась, но тем не менее не было значительных геморрагических осложнений, и уровень тромбоцитов колебался от 15 до 20, и нам потребовалось всего на весь индукционный курс 5 дозов и разного тромбоконцентрата. Эльтроцитарная 4-й степени длилась порядка 2-3 недель, при этом, конечно, были инфекционные осложнения в виде фибрильной нейтропении, обострение уроинфекции, лёгкого обострения синдрома раздражённой кишки, где мы обошлись пазмолитическими препаратами. На 34-й день мы оценивали эффективность проведённого курса с достижением полной ремиссии у пациентки, но полная ремиссия была мопозитивная. За это время было выполнено шлятипирование пациентки сиблинга, совместимых нерудственных доноров не было выявлено в российских регистрах, и была выполнена аллогенная трансплантация от родственного габлоэнтертичного донора, сестры. В принципе, трансплантацию пациентка перенесла хорошо с минимальным количеством усложнений цистокиновой реакции фибринной энтропинии, однако к второму месяцу после трансплантации мы видели неприживление трансплантата, в связи с чем пришлось выполнить пациентке вторую трансплантацию от этого же донора, поскольку мы не имели возможности этого донора поменять. И уже после второй трансплантации, к третьему месяцу мы видели достижение полной МОК-негативной ремиссии с формированием стопроцентного донорского химиризма. Это был уже 20-й год, конец 20-го года, во всю был ковид у нас в стране, пациентка перенесла достаточно серьезный ковид через не тяжелые формы, тем не менее, в общем-то, сохраняя достигнутый ответ, была попытка провести поддерживающую терапию азотибирным, но, к сожалению, в связи с развитием обострения хронической РТПК пришлось данную терапию отменить, и на 12-18 месяцев пациенту сохранялся 100% донорский химиризм и достигнутый полный достаточно глубокий ответ. Но, к сожалению, поскольку лейкон действительно максимально неблагоприятного генетического профиля, к 2-м годам после аллогенной трансплантации мы увидели развитие морфологического рецидива у пациентки с охранением некого донорского химиризма, но в значительно сниженном количестве, это 56%, и в этой ситуации тактика опять-таки может включать в себя возможность проведения интенсивного прижима терапии, выполнения 2-й аллогенной трансплантации или попытка восстановить активность донорского хвостного мозга при проведении неинтенсивной химиотерапии или без инфузии донорских лимфоцитов. Но поскольку по 2-й аллогенной трансплантации в этот момент, 3-й вернее, мы уже не были готовы и смысла проводить от этого же донора большого нет, мы активировали поиск донора в российском регистре, поскольку за 2 года российский регистр значимо расширил количество потенциальных доноров. мы выявили, что к этому моменту в регистре российского найдено 10 доноров с совместимостью 9 из 10 и, в общем, попросили их активировать. Что касается терапии, выбор стоял между гипометелирующими препаратами с инфузией донорских лимфоцитов, либо, согласно имеющимся в настоящий момент в публикации использования комбинации винитокласса с инфузией донорских лимфоцитов в качестве лечения рецидивов после аллогенной трансплантации. Публикованные данные действительно внушают, в общем-то, оптимизм, общий ответ у данных пациентов порядка 60%. Вся группа для терапии это достаточно сложная. И мы возобновили терапию инфузией с винитоклассом с 2022 года. Пациентка также хорошо перенесла данный режим с минимальным количеством как гематологической токсичности, так и негематологической токсичности, в общем-то. И к 34 дню мы видели также восстановление полной ремиссии, достижение полной ремиссии с моб негативным статусом и химеризмом порядка 90%. Учитывая, что химеризм максимально должен быть 100%, и нам нужно было его достичь, мы активизировали донорский трансфонтат введением после 2-го и 3-го курса введения с винитоклассом инфузии донорских лимфоцитов. И действительно, 100% донорский химеризм был достигнут к ноябрю 2022 года. Но само по себе развитие рецидива после аллогенной трансфонтации, конечно, внушает всегда опасения, что данный ответ может быть утрачен. Поэтому за пациентами тщательно наблюдали и видели, что, несмотря на наши усилия, химеризм снижается постепенно. В декабре он составил 86% и не нарастал вне зависимости от продолжения нашей терапии. Но, к счастью, к этому моменту мы уже имели активированного донора неродственного с уместимостью 9 и 10, и уже были заготовлены смоловые клетки, они были доставлены в центр. И в феврале 2023 года мы выполнили аллогенную трансплантацию, третью по счету, от неродственного совместимого донора с малой обыдной несовместимостью. Пациентка перенесла, конечно, тяжелее, чем предыдущая аллогенная трансплантация, но, тем не менее, с фибрилемикопимей и с метрологическим муниципирным сепсисом мы справились. На настоящий момент мы видим, что у пациентки достигнут полный донор в пихимерию, сохраняется полная ремиссия с многонегативным статусом, и мы с нетерпением взглянем оценки уже на 60-й день от выполнения перейти аллогенной трансплантации. Таким образом, весь этот длинный путь стал возможен для данной пациентки благодаря именно появлению в нашем арсенале большего возможности лечения аллогенной трансплантации. И неэффективность на каком-либо этапе терапии в настоящее время не является 100% приговором и невозможностью лечения. С 19-го по 23-й год пациентка в общем-то мы дали имеем возможность дать пациентке неплохое качество жизни, она была дома, она занималась привычными делами и выполнить три аллогенной трансплантации и достичь в общем-то ответа. в качестве бритч-терапии мы такую терапию можем использовать не только когда пациенты рефрактельно предшествующей терапии, но и в той ситуации, когда пациенты получили интенсивную терапию, мы готовимся к выполнению аллогенной трансплантации и есть какое-то необходимое время для того, чтобы дождаться... Лариса Леонидовна, я извиняюсь, мы выбиваемся из графика, очень интересно. Это последний на самом деле слайд. Да, спасибо. Все, последний слайд я хотела бы сказать, что возможно использование в качестве бритч-терапии между интенсивной курсной терапией, достижением ремиссии и там месяц-два-три подготовки к аллогенной трансплантации. Большое спасибо за внимание. Извините, что выбилась из графика. И нам поступил в чат вопрос, он адресован Ларисе Леонидовне Гершовой. Вопрос заключается в том, какую тактику выбрать в лечении пациентов с рефрактерным течением либо при развитии рецидивов на терапии в недоклах с азоцитидин у тех пациентов, которые не являются кандидатами для стандартной по интенсивности терапии. И по мнению Ларисы Леонидовны, мы с ней связались, она считает, что здесь, в этой когорте больных, нужно ориентироваться на молекулярный генетический профиль этих пациентов. При обнаружении соответственно мутации гени ФЛТ-3, продолжая тему доклада Алина Сергеевна, нужно использовать конечно ингибиторы ФЛТ-3, теразинки, нас это гилтеретиниб и преимущественно в комбинации в триплете с винитоклаксом азоцитидином. При обнаружении мутации в гене ТП-53 приоритетно приоритетно назначение биологической терапии с включением винитоклакса и децитабина уже 10-дневным дозовым режимом. Действительно, этот дозовый режим сейчас был включен в рекомендации НССН для кандидатов для вот этой высокой группы риска. И если у нас нет ни ФЛТ-3 и нет мутации гена ТП-53, то возможно применение комбинации низкодозной с кладрибином, с винитоклаксом и малыми дозами цитарабина.